Сегодня я хочу познакомить вас с талантливой, красивой девушкой, которая проживает в нашем городе. Это дизайнер-модельер Наталья Доцко. И я знаю, что вы достигли уже очень высокого уровня, у вас есть даже свой бренд. Давайте, наверное, начнем разговор с того, как вообще ваша жизнь связалась, в какой момент вы поняли, что вы будете заниматься дизайнерством. Наверное, с рождения, потому что, когда мы маленькие, у нас уже есть предпосылки к тому, что мы хотим делать в жизни. То есть ты одеваешь пупсиков, вырезаешь мамины ткани, пока она не видит, шторы, циточки. Это все в моей жизни было. И в художественную школу у меня мама отдала, я там рисовала взахлеб, даже думала, что я буду свободным художником. У меня был такой виртуальный мир рисунков, а потом, когда ты уже это перерастаешь, тебе хочется выходить из этого виртуального мира. Все эти коллекции, которые я рисовала, мне захотелось создавать. Естественно, я получила все нужные образования для этого. И с отличием, и с красным дипломом. Все это в моей жизни есть. И оно мне очень помогло сейчас в моем творчестве. Вот. Тернистый путь достаточно к тому, чтобы прийти к тому, что есть. Потому что это очень... Многие годы, это не один год. Это большая моя практика швейная. То есть я с 2000 года работаю, то есть индивидуально. Индивидуально создаю. И создавала, и создаю, наряжаю людей на важные их мероприятия. То есть это все происходило в рамках города. И пока маленькие дети мои были, меня как бы вот все устраивало. Они маленькие, я рядом, я вот создаю. Творчество меня это не лишает, и все это параллельно идет. Но вот, когда они уже подросли, то есть я сына уже выпустила во взрослую жизнь студентом, я понимаю, что, ну, наверное, у меня расправляются руки, я же могу как-то, фух, уже что-то сделать, заявить о себе. То есть тесно мне стало, тесно. В каком плане тесно? То есть мне хотелось большего, больше показать, больше создать, наверное, как то зерно, которое вот сажаешь, да, вот оно там зреет-зреет. Раз, у каждого свой срок, вот этот росточек вышел, мне захотелось показать это все. То есть все было мгновенно, да, для меня это было вот, да, и вот такая вот ситуация, когда захотелось, вот резко утром проснулось, все, я хочу. Вот хочу что-то вот сделать такое вот. Я отрисовала коллекцию, да, подобрала все ткани мне нужные. Конечно, это вложение, конечно, это деньги, их никогда не хватает, это понятно. То есть все, что было, у меня я все потратила на эти ткани. Что не было, занимала, но я все равно шла к своей цели. Я вот создала эту коллекцию, то есть, естественно, совсем одной не получилось, потому что для того, чтобы представить коллекцию, это был Новый год, да, нужна поддержка большая. Это и семьи, и родных, и друзей, и всех, потому что, ну, это сложно. А она была, эта поддержка? Вот муж там не сказал, боже, что ты делаешь, все деньги потратила, непонятно на что вообще? Нет, ну, во-первых, он самая главная поддержка для меня был. То есть он меня постоянно подталкивал к тому, что, ну, тебе уже пора, ты столько всего делаешь, ты, я же вижу, как ты этим горишь, то есть он поддерживал. Ну, конечно, когда ты понимаешь, что одно дело ты говоришь, да, что да, тут раз, и это что-то происходит. Конечно, все это было так стрёмненько. Были сомнения, вот, в частности, у тебя о том, не зря ли я это делаю, вот я сейчас потрачу, а что дальше, как я буду возвращать эти деньги, или как я буду брать деньги на следующие коллекции, или ты была уверена внутренне в себе? Ну, вот, наверное, вот эта моя уверенность внутренняя, она и позволила мне, да, достичь определенных своих высот. Конечно, это характер, конечно, это своя амбиция какая-то, что ты много трудишься, а почему ты себя не уважаешь, почему ты себя недооцениваешь. Если ты хочешь что-то сделать, бери и делай. Случайно попалась афиша в соцсетях, это голубой огонек в Киеве, Caribbean Club, заведение шикарнейшее, то есть там вот организовывали этот показ, приглашались дизайнеры. То есть страшно, конечно, мне было страшно, но, тем не менее, я им написала, позвонила, поговорили, они попросили фотографии моих работ, то есть я все это им выслала. На мое тогда вот такое удивление было, потому что, ну, все равно ты не уверен, когда первый раз что-то делаешь, ты не уверен, нравится это или не нравится, переживаешь, очень большая работа прошла. Вот и в создании, плюс и аксессуары готовились, я обращалась к Татьяне Губе за аксессуарами, она помогала первую коллекцию делать все эти главные уборы, вот. То есть это все создавалось, создавалось со всех сторон и представлялось. Представилось оно в Киеве, мы приехали туда, красивейшая сцена, красивейший зал. Я просто в таком была, я не знаю, восхищение и не верила, что это в мое вообще там все ходит. У меня было такое вот состояние, что ну вот, наверное, она сбылась, эта мечта, но ты же вот хотела что-то, увидеть свою коллекцию, как это ты столько трудилась над ней, столько шла и вот ты ее увидишь. И вот после той первой коллекции, конечно, начинает крутиться это колесо мероприятий. Тебя уже знают, ты понравилась, твои работы понравились. Очень немаловажно сам дизайнер, то есть работа работами, но сам бренд это ты сама. Как ты говоришь, как ты с людьми общаешься, как ты ведешь дела, то есть это тоже не очень маловажно. И приглашают, конечно, даже иногда, несмотря вообще, что ты делаешь, какие у тебя коллекции, просто ты нравишься, даже так бывает. Но это уже потом, это я уже заглянула, оно далеко. То есть сначала это большой тернистый путь, труд, масса мероприятий, мероприятия бывают, особенно на начале пути очень много благотворительных, партнерских, всякое было, разные ситуации, ты, конечно, учишься, проходя каждую ступенечку, ты учишься. То есть никто тебя не научит, тебя не научит лучше, чем сам твой же опыт. Вот там ошиблась, раз ты понимаешь, ага, теперь надо как-то по-другому. Ну, коллекцию создать, понимаешь, что в тренде, что нужно, что людям хочется, что больше нравится. Новый год это была такая вот пробная, потому что вот эта афиша новогодняя первая коллекция, то есть я хотела сделать этот Новый год. Но понятно, что если бы, ну, я своими идеями с первыми, да, в спокойном состоянии, а не в просячьих голосах, как я всегда говорю, вот это бегом-бегом, вот это вот, вот минута такая была, вот так захотелось сильно, вот до такой степени, что вот хочу сделать эту коллекцию, показать, потому что много уже всего умеешь, делаешь, и такая сумасшедшая практика швейная, да, все-таки 20 лет это не просто так, это изо дня в день ты оттачиваешь свое это мастерство. То есть, естественно, а у меня две руки. То есть в это сложно поверить, мало даже кто верит в это, но это так. То есть создаю свои коллекции сама и ночами, и днями, и как угодно, то есть я все это сшиваю. Да, аксессуары – это уже другой момент. То есть я сейчас работаю с дизайнером аксессуарами Еленой Изейслер. Она готовит в этом году, она партнер со мной по аксессуарам, она работает и готовит. Анна Сославутича, очень талантливый человек, она и шоколадом занимается. Сейчас у нас шоколад бренда будет, который вот каждому вот платью будет еще вот такой вот подарок. Ты заговорила о брендах, я знала, что у тебя тоже есть бренд. И вот скажи, этот бренд появился до вот этого выхода, этой первой коллекции в свет, или уже после этого события бренд появился сразу и мгновенно. Более того, я хочу сказать, что придумала название «Моя сестра родная» Елена Давыдова. Ну, далеко не хотели, в принципе, взяли. Да, то есть мы это обсудили, поговорили, она говорит, ну, красиво же, да, красиво звучит, да, красиво звучит. То есть мы даже как-то так по-семейному изменила одну букву, чтобы вот красивое ударение было, и все. То есть бренд звучит как надлидацко, то есть его знают уже, да, его многие любят, и, естественно, он продается. Даже бывает такое, что меня спрашивают, а можно ли вот купить ваши платья, или на них можно только смотреть? Ну, вот правда, для чего тогда это все создается? То есть есть даже такие вопросы, конечно, нужно это все покупать, и для этого все делается, и все. Чтобы понимать объемы работы, вот в 2019 году создала бренд, не так давно, можно сказать, год. Что за этот год, сколько коллекций за твоими плечами, сколько показов, и самое главное, какие награды уже есть? Это колоссально, я так предполагаю. Это колоссально. Да, то есть я когда об этом думала, думаю, это же до какой степени надо, не знаю, в каком состоянии быть аффекта вообще, чтобы это сделать. Но это так. То есть была коллекция, вот первая, о которой я говорю, это «Зимняя сказка». Это все можно у меня в соцсети, на страничке посмотреть мои альбомы, и там есть все эти, в альбомах именно все мои коллекции, их можно ознакомиться, посмотреть. А потом была «Весенняя феерия», то есть были весенние образы с ручной работой, и цветами, и фатины, и костюмочки, и всякие разные ткани. То есть это все надо видеть, я не могу одним словом объяснить, что такое «Весенняя феерия», то есть это нужно посмотреть. После «Весенняя феерия» была джазовая лето коллекция, я влюблена в нее просто, она нежнейшая, она вот такая вся из воздушного шифона, который через кольцо пролетает, из гипюра, там перья страуса и тонкие такие, и сякие. То есть нежнейшая для меня, она вообще, вот она мне близка, и самое интересное, родилась она вот так вот. Я посмотрела клип, весь сюжет был, девочки были одеты вот в стиле вот джазовой вечеринки, вот, и мальчики, и там такая такая, танцую свой джаз, там последний джаз, что-то такое. В общем, песня, вот от волнения, наверное, название забыла, но она очень-очень классная, то есть я так вдохновилась этой песней, что у меня вот эта вот коллекция вот родилась как-то тогда, и тоже я ее показывала. Она очень свободная, она не для всех, не для всех, потому что свобода и комфорт в платье, да, вот чтобы оно летало на тебе, допустим, какие-то грозди бус, бусов, которые с тобой вместе вот так вот, к этому вот надо тоже свое вот, да, вот ощущать себя в эту вот легкость. Кому-то нужно вообще прям вот себя вот так вот затянуть в футлярчик, и ты вот хорошо себя чувствуешь, что у тебя одежда облегает, то есть, да, а кому-то важна свобода и комфорт в одежде. Так вот, джазовое лето это такая коллекция. После джазового лето была коллекция этника, этника была в коллаборации с Татьяной Губой, там было множество ее аксессуаров. Если не ошибаюсь, на Зосю, да, были какие-то из этих, да. На Зосю в коллаборации мы показывали вместе эту коллаборацию. Да, и даже она заняла гран-при в Софии Киевской, как лучшая этноколлекция с коллаборацией. Вот, после этой коллекции была брутальная романтика. Брутальная романтика на, вот, кстати, платье на мне, это из коллекции брутальная романтика. Тоже можно у меня посмотреть в альбомах. То есть она вот вся из фактурных роз, сочетание брутальных тканей, таких, там, как кожа, там, замша, там, железо есть всякое разное, с нежностью. То есть что хотела показать коллекция? Хотела показать, что девочке не надо быть мальчиками. В любой брутальности есть нежность. Моя задача была и цель этой коллекции именно показать, что важна эта нежность, нужна она, надо воспитывать это в наших детках, надо прививать это. Что, конечно, мы в быту хотим удобной одежды, удобной, очень. Ну вот я вам скажу, что в этом платье мне очень удобно, я себя чувствую в нем как в футболке. Кожанку сверху можно накинуть, плащ, любой, все что угодно, и летишь. Вот это все стрейчевое, все нигде, ничего меня не давит, я себя комфортно чувствую. Можно одеваться по-разному, это понятно, в быту ты как угодно можешь выглядеть. После брутальной коллекции была создана, наверное, я ее фурор назову, перезагрузка, карантинная коллекция. Когда у нас была самоизоляция, мы все, скажем так, были такие потеряшки, мы не понимали, что вообще происходит. Думали, это временно, нет, это все серьезно, кто-то верит, кто-то не верит. То есть себя надо было еще куда-то деть, да, то есть такая была коллекция, которая, в общем-то, она никого не оставляет равнодушным, это тоже этника, но исключительно ручная работа. Вышивка. Вышивка не лично мной, а уже заказ сотрудничества с мастерами Западной Украины. Как это получилось, далеко ходить не надо, у меня свекровь всю жизнь вышивает, с самого детства вышивает Датско Василина. И когда я узнала, что она такая мастерица, хотя, да, вот как-то так вот он раз так и слышит, что она вышивает, вот. Она подняла всех своих мастеров, подружек, потому что, ну, она сама, да, Западной Украины, вот именно по этим эскизам, чтобы вышивалось это все. То есть, понятно, что задумка, эскизы, подборка тканей, рисунки, это все дизайнер от А до Я делает. Но то, что это вот полностью ручная работа, это факт. И она, конечно, понравилась, конечно, понравилась, потому что я попыталась ее сделать, называется она «Наша Иванка», я попыталась ее сделать максимально осовременить, в каком плане, чтобы можно было носить под кроссовочки, кепочки, рюкзачки, как-то. У меня есть шортики, да, вот, например, вышитая вышиваночка. Раз, какая-то блузочка, здесь открыто, сзади хвостик, ну, как бы, как футболка удлиненная там блузка. То есть, интересно, безумно, но она при этом вышиванка, и она при этом актуальна, да, то есть комбинезоны, вышиванки, комбинезоны. Интересно, интересно, с одним рукавом, второго нет, вот просто так хочется. Вот ты как дизайнер, ты себя каким дизайнером относишь? Те, которые выдумывают что-то новое или прорабатывают то, что придумано другими, но уже в какой-то другой там подаче, интерпретации? Ну, меня когда-то назвали генератор массовых идей. И, наверное, не просто так. Почему? Потому что, когда, ну, ты живешь этим, дизайнерами, наверное, рождаются. Почему? Я сейчас говорю от имени всех дизайнеров, не только от себя, и не только дизайнеров, а вообще в общем творческих людей. Почему? Потому что тебя вдохновляет, во-первых, все, что ты видишь, ну, вот все даже, вот, вот, все, общение с человеком. Мы общаемся, я уже вдохновляюсь. То есть я смотрю, у меня уже есть идеи. То есть это, это склад ума. Ты можешь проснуться ночью, потому что срочно тебе надо что-то зарисовать. И тебе вот просто какая-то картиночка такая, раз, да, там пришла, ты бегом надо тебе зарисовать. И где-то даже просто кушаешь вкусную еду тебе цвета. Понравились соотношения салата в каких-то цветах. Тебе надо срочно сразу что-то сделать там в голове, зарисовать это. Да, или просто что увидел, там, фильм какой-то тебя вдохновило, клип, музыку ты слышишь, там, цветы. Все, я вот просто говорю, отменяю всех творческих людей, что это состояние. Такие люди просто рождаются, наверное, это такое тесто. И все. А скажи, пожалуйста, за какую из коллекций ты получила орден? Для меня это было, на самом деле, и удивление, и какое-то, я даже думала, это ошибка, наверное, это подведение итогов, наверное, за год. Потому что это можно было, когда я сама провожу параллель, как это, как это вообще произошло, думаю, мне сын мой говорит, мама, ты вообще человек, это вообще реально все сделать. Особенно, когда мы грузимся на показы, это все неподъемное. Она говорит, как это, да, да, вот. В общем, не верила даже. Вот мне пришло письмо, да, официальное письмо, я его и перечитала, и там были указаны контакты, и все на свете. Я ей перезванивала, и несколько раз говорит, это точно не ошибка. А как, а у меня завода нет, у меня фабрики нет. И я вот начинаю вот отрицать от себя, что, наверное, как-то это какая-то, не может такого быть, нет. И стала разговаривать. И вот когда вот я говорю, что на самом деле, ну, а это точно не ошибка, у меня нету завода для того, чтобы я могла таких... Вы говорите, ну, с чего вы взяли, что, да, чьи-то руки должны сделать диплом, вы ответили, да, орден, вы ответили на все вопросы сами. Это как бы реально, да, сколько труда, сколько у вас премий за год заработанных, сколько показов, сколько проведено. То есть это надо гореть. То есть это не подавалось никуда? Нет, нет. Для меня это было настолько сюрпризом, таким, что я не понимала, как. А у них есть свой рейтинг, да, там, успешный, особенно по премиям. За год я получила не одну премию. Премии были 100 успешных украинцев. Вот это всеукраинский журнал «Ukrainian People» Татьяны Петраковой. Была церемония награждения в украинском доме в Киеве. Там была сотня успешных украинцев, которые получили премии национальные. Вот я входила в их же число. Дальше, из таких вот прям премий, которых я очень горжусь, это премия «100 успешных женок Киевщины». Организатор Лилия Оленикова, да. Тоже очень, это была премия бренда. То есть для меня это тоже очень, да, я горжусь этой премией. Премия «Супервумен», которая награждалась уже национально, она награждалась на яхте в Киеве. Очень красивейшее было событие летом. И награждались на яхте премиями «Успешные супервумен», скажем так. Потом еще, самая такая, которой я очень гордилась, это премия от журнала «Fashion Today» «Супермама». Вот для мамы, для каждой, наверное, важнее премии нет. Я не считала никогда себя прям супермамой, потому что мама, которая живет творчеством, дети, ну, скажем, я стараюсь успевать везде. То есть успевать везде, потому что, да, если ты хочешь... То есть у меня святое приготовить обед. Не успеваешь ты постоять за плитой, есть мультиварка. Все загрузила у тебя, всегда все готово. Не успеваешь ты помыть посуду, у тебя есть посудомойка. Все-все делается очень быстро для того, чтобы скорее-скорей освободить это время, да, и делать то, что ты хочешь, то, что прямо ты вот тебе до дрожи вот хочется вот этим сейчас заниматься, а не кухней. Если говорить о показах, я так понимаю, что с этой же коллекцией вы выступили в Верховной Раде. Да, это после Ордена такое еще произошло. Короткий был промежуток времени, да. За этот короткий промежуток времени я успела еще одну премию получить. Summer Lady, это было 50 кращих женок Украины, лето. Еще и в Книгу рекордов Гиннеса. Ой, не Гиннеса, а в Книгу рекордов Украины. Да, Книга рекордов была чуть-чуть раньше. Это было в Добропарке, это было такое действие. Это было, они выстраивали, организатор, я сейчас скажу, организатор это Алиса Тарасенко, вот, властник Глянцу Лаки Украина, и является организатором именно этого мероприятия в Добропарке. Там собиралось очень много людей, но в рамках все равно карантина, то есть больше, там около 200 людей выстраивали родовое дерево по флажочкам, так по метру, держали флаг, пели гимн, и все были в вышиванках, то есть устанавливался рекорд по самому большому родовому дереву людей в вышиванках, и по этнопоказам дизайнеров Украины. Не все там участвовали, там участвовали, конечно, те бренды, их было всего три, те бренды, которые выбрали представители их комиссии, Книги рекордов. Украины. Ничего, говорочка, может ты в Гиннесу попадешь. Ну, хотя, из послегородина кто его знает. Ну, в общем, суть в том, что мы приехали туда, все это, конечно, было красиво, настолько необычно первый раз в таком мероприятии. Это не подиум, это нечто другое. Конечно, гордость, захлебывалось просто от гордости, что бренд в тройку вошел, который вот устанавливается Книга рекордов. Супер, всем очень понравилось, конечно, очень много лесных слов слышала и отзыв. А в Верховной Раде это что был за показ и что этому... В Верховной Раде... Это после Ордена тебе предложили выступить... Ну, это совпадение. А, это совпадение. Может, я так думаю, я не знаю. Я думала, что это одно из другого вытекло. Нет. Сейчас уже, конечно, предложения такие, которые я уже могу выбирать, потому что еще много предложений. Каждый день тебе предлагают и печати, и участие, и в том, и всем. То есть это уже часть работы моей. А здесь было такое предложение, где вот я просто не смогла для себя даже, да, отказать. Я понимаю, что это очень хороший и уровень. Я ни разу не сотрудничала с этими людьми, не участвовала, ничего как бы не пересекалось. Мне захотелось поучаствовать. Это что было? Новые... Вот очень новые, новые можливости. Основник клуба депутата Татьяна Кривенко. Она пригласила меня на показ и на это заседание, где были эксперты программы «Вид пацанки до понянки». Там были масса гостей, многодетных мам, которые вот благодейны, да, их клуб, у них встречи есть свои там и с подарками со всем на свете. Это было очень интересно, очень радушно. Я уехала оттуда с кучей эмоций, вот с таким вот огромным букетом и еще кучу подарков от их партнеров. То есть я уехала реально такая счастливая. Думаю, я очень рада была, что я у них поучаствовала. И насколько понравилась эта коллекция. То есть я понимаю, что вышивки-то, наверное, у меня волшебные. Моей свекрови большой комплимент и огромное спасибо за то, что она вовремя, настолько вовремя мне вот такое вот направление дала, что вот я же вышиваю. Ну вот. И как-то так раз пазлик сошелся, наверное, так пространство поработало, да, вот. Что так вот сложилось в моей жизни. То есть всякое у нас было, но тем не менее, этника вот эта, которая получилась, она сейчас везде. Она нравится. И буду делать даже повторы, потому что покупаю. Я так понимаю, что ты, в принципе, как дизайнер, можно сказать, что уже состоялось. И тебе есть куда развиваться, но в целом уже ты вышла на правильную дорогу. Что бы ты могла пожелать вот девочкам, которые так дома рисуют, там что-то их, у них душа лежит к этому виду деятельности? Стоит ли заниматься вообще, идти в эту сферу, или это адский труд, и вообще не надо оно никому? Ну, во-первых, то, что это адский труд, это правда. Это работа на полной самоотдаче. Но, есть одно но, если ты рождена быть дизайнером, и это твое предназначение, тебя это не волнует. Тебе это все в кайф. Не есть, не спать, и зато создавать. Если хочется это все делать, чувствуешь в себе, что это твое, встань и делай. Поменяй комфортное свое место. Не бойся ничего, потому что нас всех блокирует страх. Ой, не получится, кто-то не верит, кто-то не вселяет этой поддержки, не вселяет веры. Это очень плохо. Я всех поддерживаю, всегда. Даже вот бывали случаи в моей жизни, когда не стоило. Из разряда догони, причини добро, было в моей жизни, за что я поплатилась, в общем-то. Поэтому я скажу, что нужно правильных людей направлять и верить. Мы же как, мы же вот такие вот, с такой вот душой. Всякое было, всякое было. Хочу пожелать успеха, удачи, веры бесконечной. И если у вас никто не верит, то я обязательно поверю. Потому что можно связываться со мной лично. Выступлю как мотиватор, и подскажу, и направлю, и возьму в свою команду. Потому что я расширяю, я ищу творческих, талантливых девочек. Потому что в работе уже захлебываюсь сама. То есть, когда ты... Конечно, тебе нравится твоя работа, ты ей горишь и живешь. Но когда очень-очень большие объемы, это тяжело. А естественно, тебе растут потребности, в тебе растут. И у тебя заказывают очень много разных вещей. А сейчас маски, да, сейчас тренд маски. То есть, я еще и масками занимаюсь, авторскими такими интересными. То есть, подвязываю их к образу гармонично. И это надо. То есть, если есть девочка, которая хочет с чего-то начать элементарно делать авторские, дизайнерские маски, да, и продавать, пожалуйста. Я с удовольствием обсужу все моменты, условия и помогу. То есть, и такое, да. А талантливых у нас очень много. У нас больше вот какая-то такая, вот какие-то внутренние комплексы. А что скажут люди, я боюсь, а у меня, наверное, не получится. А куда мне до нее, а она вон это, а вон то. Да это все, все эти мысли надо от себя гнать. Потому что, если ты в себя не веришь, в тебя же никто не будет верить. Себя не любишь, никто не будет тебя любить. Мозги себе нужно с собой поправлять. И причем делать там генеральную уборку. Потому что у нас есть у всех периоды депрессии, когда мы думаем, ой, ну так оно все, ничего не хочется, ничего, зачем вообще все, зачем ничего. Но это же ведь периоды. Это же можно как-то так, да, мы же как море, то и гладь идти, что в вулкан. Вот, наверное, мы-то так состоим из этого настроения, нужно поймать то настроение, где ты понимаешь, где ты, где твое. И вот когда ты это находишь, вот этот баланс, вот эта гармония твоя внутренняя, все, и пространство на тебя работает. Все, и все тебе на, и занимайся любимым делом. И вокруг люди появятся те, которые тебе безумно верят, и тебе помогают, и все, а они есть. Начинай с семьи. Начинай с семьи. Друзья – это вообще отдельная тема. Друзья, они, да, могут, да, какие-то периоды быть рядом, но друзья всегда делают единицу друзей, которые остаются с тобой по жизни. Нет, это совсем единица, да, потому что меняешь свой род, деятельность, меняется окружение, все меняется в твоей жизни, и образ жизни твой меняется. То есть тебе не принадлежишь абсолютно, но при этом при всем счастлив, потому что ты занимаешься своей любимой работой, любимым делом занимаешься. А если тебя еще семья при этом поддерживает, ну это же вообще. Круто. Это вообще круто. Спасибо тебе большое за разговор. Очень приятно, что в нашем городе живут такие талантливые, успешные люди, как ты, и самое главное приятно то, что ты творишь в городе, и ты, ну такой патриот, можно сказать, нашего города. Поэтому желаю тебе и дальше оставаться патриотом, успехов в твоей творческой работе и достигать целей. Спасибо. По-ограммам мне очень приятно. Спасибо. 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 Спасибо.